И передаю вам слово. Хотя опыт проведения других мероприятий у меня достаточно большой. Спасибо большое, что откликнули, что связь у нас нормальная. Итак, мы с вами сегодня ознакомимся и пройдемся по тем вопросам, которые были обозначены в анонсе нашего вебинара. Как увлечь детей, какие вопросы финансовой грамотности лучше рассматривать для детей дошкольников, для младших школьников, средней школы и старшеклассников. Вот в таком плане. Кратко о себе. Я думаю, что там в аннотации вебинара было указано, что я кандидат экономических наук, доцент, преподаватель. Стас преподавательский у меня 22-23 где-то года. Основное преподавание это в УЗИ. Ну и несколько лет работаю с детьми, школьниками, экономикой. Ну и если как бы уже совсем полностью о себе, у меня дочка, которая сейчас заканчивает детский сад, и мы собираемся с ней в школу. Тоже как бы опыт у меня в этом плане уже личный. И я кратко бегло познакомилась с нашей аудиторией. И я начну именно как раз для воспитателей детских садов. То есть мы начнем разговаривать о преподавании финансовой грамотности именно для малышей. А дальше, если присоединятся к нам преподаватели, учителя школы и преподаватели ВУЗа, ну будем только рады. Спасибо большое за внимание. Еще раз прошу прощения, если буду немножко волноваться. Мне бы хотелось начать вообще с понятия финансовой грамотности. Коллеги, ну подскажите, если можно, отзовитесь плюсиками. Кто уже работает по программе финансовой грамотности и применяет в своей деятельности? Спасибо. То есть есть. Мы не с нуля, но мне хотелось бы все-таки напомнить, что финансовая грамотность в школах. Да, спасибо. То есть к нам уже и школьные учителя присоединились, не только воспитатели детских садов. То есть, если мы говорим о финансовой грамотности, то сейчас во всем мире, не только в нашей стране, во всем мире стоит проблема повышения финансовой грамотности населения. Почему? Потому что все хотят уйти в сторону осознанного потребления, и чтобы граждане не надеялись только на государство, а сами были финансово грамотными и не попадались в руки, скажем так, мошенников. Мы умели принимать грамотные экономические решения, особенно в последние годы, когда финансовая нестабильность есть во всем мире. То есть всегда повышается актуальность рационального использования денег. И когда мы говорим о финансовой грамотности, то Россия этим вопросом занимается где-то, наверное, последнее десятилетие. И о подведении итогов по уровню финансовой грамотности в рамках стран Организации экономического развития и сотрудничества, в которые входят больше 40 стран. Вот были подведены итоги, и вы видите на рисунке, ссылку я на этот отчет Минфина даю, что Россия занимает не самое последнее место, то есть она в десятке, занимает девятое место по уровню финансовой грамотности. И когда мы говорим с вами о том, что у нас есть стратегия, уже которая утверждена правительством, и ключевыми участниками этой стратегии выступают Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк, а также Министерство просвещения и Министерство науки высшего образования. То есть, ну это вот основные вот такие участники. И уже все остальные коммерческие, некоммерческие организации включены в этот процесс. Под данную стратегию уже разработана дорожная карта. И мне бы хотелось провести, давайте попробуем провести небольшой опрос. Раз у нас уже все знакомые и многие преподают финансовую грамотность, я хочу попробовать, извините, если вдруг собьюсь, я первый раз запускаю опрос. То есть, пожалуйста, ответьте на такой вопрос с вашей точки зрения. Вот из трех ответов, какой будет наиболее характерным для финансовой грамотности? Ну, у меня даже сомнений не было, да, что вы, в принципе, все правильно ответите. Смотрите, во всем мире под финансовой грамотностью, ну если свести ее стратегию, вы по ссылке сами почитаете понятие финансовой грамотности, оно дано, как бы, достаточно расширено и сложными словами. Но во всем мире, если говорить о финансовой грамотности, то мы говорим о том, что человек должен знать, как работают деньги, то есть, знать основные финансовые, то есть, базовое финансовое образование, как зарабатывать деньги, да, то есть, способы заработка. И желательно, чтобы это был не один источник заработка. И, соответственно, как управлять деньгами, то есть, как создавать себе доход инвестиционный, то есть, как, какими способами мы можем увеличить наши заработанные доходы. И если брать проблемы, да, во всем мире, то вот второе подтверждение, что уровень финансовой грамотности по данным Организации экономического развития и сотрудничества, в которую входят больше 40 стран, Россия, кстати, туда до сих пор еще не подключилась, но сотрудничает. Вот в связи с санкциями, да, было приостановлено включение России в эту организацию. Но Российская Федерация, вы видите, также находится не на последнем месте, то есть, из 7 вопросов, вот в данном опросе, проведенном этой организацией, почти 50, да, приближается к 50 процентам, были даны правильные ответы. Ну и в подтверждение нашего опроса, да, вы все очень, спасибо большое, все ответили верно. То есть, в подтверждение этого, да, привожу слова одного из известнейших инвесторов, предпринимателей, преподавателей, да, просветителей финансовых, что богатство – это не только деньги, а именно грамотное управление этими деньгами, то есть, именно тем малым количеством денег. И когда мы говорим о том, что человек может быть финансово грамотным, и при этом в данный момент он может быть небогатым, это абсолютная правда. И точно так же, как обратно, то есть, миллионер может быть финансово неграмотным, и его миллионы могут растаять от неграмотного управления. Прошу прощения, скорее всего, с интернетом. У всех виснет презентация? Если хотите, коллеги, у вас, сейчас я доступ, извините, пожалуйста, у вас есть, я предоставила доступ, можете открыть отдельную презентацию, да, она повторяет все эти слайды, и там ссылки все должны быть активны, заодно и проверьте их, пожалуйста, будут ли они активны. Вот там, где ресурсы, у вас есть доступ к скачиванию презентации. Итак, когда мы говорим о том минимуме, который должен уметь финансово грамотный человек. Ну и подтверждение, да, то есть, я привожу слова известного политика Бенджамина Кранклина, что мы не можем быть богатыми, если мы не научимся правильно управлять деньгами, то есть, не научимся осознанному потреблению. То есть, все-таки необходимо экономить и инвестировать отложенные деньги в какие-то другие активы. Ну и самое минимальное, вот я как бы подчеркнула три пункта, да, то есть, человек, любой финансово грамотный, должен всегда следить за состоянием личных финансов, а значит, он должен знать свои доходы и расходы, и всегда доходы должны превышать расходы. Пусть это будет, не знаю, на тысячу рублей, но у нас бюджет всегда должен быть положительным. Здесь вы сами внимательно почитаете на этом слайде, да, какие еще у вас есть обязанности, а я хочу перейти дальше. Итак, когда мы говорим о финансовой грамотности, как учить детей финансовой грамотности, то можно разбить, ну, в принципе, в школе, да, вообще в образовании у нас, в принципе, эти группы примерно так. Ну, кроме вот этой третьей группы, когда мы говорим о средних школьниках, я их объединила в одну группу, ну, конечно, здесь различия немножко будут, мы об этом похоже поговорим. То есть, первая группа у нас дошкольники. И психологи в своей практике обычно говорят о том, что детям можно начинать говорить о деньгах осознанно уже, ну, где-то с 4-летнего возраста. То есть, это как раз наши дошкольники, это какие-то младшая, да, группа, то есть, переходящая в среднюю группу, ну, и уже ближе к выпускной группе. И давайте уже по каждой группе пройдемся. То есть, финансовая грамотность для дошкольников 4-6 лет. В чем она может заключаться? То есть, когда мы хотим детей познакомить с понятием денег. В семье, конечно, дети уже сталкиваются с этим понятием с самого рождения, да, то есть, когда ребенок начинает осознанно, осознавать, что и видеть, наблюдать за родителями, особенно дети часто посещают магазины, они видят, что родители берут какие-то продукты, какие-то товары, либо получают какие-то услуги и что-то за это отдают. Это вот, ну, как бы такие первоначальные знания у детей о деньгах. Воспитатели в дошкольных учреждениях могут расширять эти знания, то есть, пойти дальше, да, то есть, рассказать, как появились деньги, потому что навряд ли родители будут читать такие лекции, не все, по крайней мере, родители. Может быть, предложить какую-то такую экскурсию, какие виды денег, монеты, банкноты. Сейчас многие пользуются пластиковыми картами, то есть, это тоже разновидность денег, они относятся сейчас к электронным деньгам. Дальше. Что нужно заложить вот в этом возрасте ребенку? То есть, самая главная задача, это ребенок должен научиться понимать, что деньги – это результат все-таки труда, что просто так деньги никто никому не дает. То есть, у ребенка должна быть осознанность ценности труда, что люди создают продукты в процессе труда, и, продавая эти продукты, они получают деньги. Имеется в виду, что у каждой профессии есть какой-то свой продукт. Продукт либо услуга, ну, то есть, товар, услуга, и в обмен ребенок видит, что происходит такой обмен. Вот, ну, на мой взгляд, это самое важное, что мы должны. Кроме этого, естественно, у нас создается на уровне детского сада, семьи, конечно, это должно прививаться уважение к труду, бережливое отношение к вещам, соответственно, к деньгам. Ну, и ребенок в этом возрасте уже достаточно осознанно знакомится с понятием жадности, щедрости, бедности, богатства. То есть, уже ребенок начинает над этими вещами задумываться. Поэтому, ну, вот как бы основные я выделила направления, чему можно учить. И, соответственно, давайте поговорим, как учить, при помощи каких инструментов, при помощи каких технологий мы можем научить. Ну, вот на этом слайде, я думаю, проверите, да, на презентацию я делала ссылки. И, единственное, еще одну ссылочку я вам сброшу прямо в чат, потому что на других слайдах есть, а по дошкольному образованию ссылку не сделала. Ну, давайте начнем с понятия сказки. То есть, с самого маленького возраста дети знакомятся с этим миром чаще всего из сказок. Да, то есть, мы начинаем с колобок, курочка-ряба, теремок. Ну, как бы такие вот самые первые русские сказки. И это еще добрые сказки, да. Но дальше ребенок подрастает, знакомится с дальнейшими сказаниями, сказками русскими. И они уже не настолько добрые, не настолько всегда им заканчиваются хорошо. И здесь уже начинается вопрос, а стоит ли ребенку знакомиться с такими сказками. Ну, и как бы есть неоднозначное мнение о русских сказках. Ну, вот в принципе, если пытаться искать сказки, которые непосредственно про финансовую грамотность, конечно, вы их не найдете. То есть, их просто в природе не существует. Но все сказки можно разделить, ну, допустим, если грубо так разделить, то на плохие и хорошие. Например, давайте вспомним с вами сказку про Иванушку-дырачка. Самый ленивый из трех братьев оказывается в финале истории победителя. Нужны такие сказки или нет? Некоторые, например, банкиры из топ-менеджмента наших банков, они вообще считают, что такие сказки вредят людям. Ну, или, например, возьмите сказку про Мелюшку-дурачка, да, по щучьему велению. То есть, если ребенок просто прослушал эту сказку без всяких комментариев, точно так же, как он может просмотреть мультфильм, да, то есть сказку в формате мультфильма, и не окажется рядом человека, который выскажет свое мнение, попытается ребенку пояснить некоторые моменты, конечно, могут мнения сложиться у ребенка, что, ну, все можно, всего можно достичь в виде чуда, да, и тогда он очень, ну, как бы к родителям обращаясь, сразу же, почему вы не отказываете там в покупке, не все мне покупается, да, что я хочу. Мы это наблюдаем в этом возрасте, поэтому очень важно, чтобы рядом были взрослые, ну, не всегда это родители, да, это могут быть воспитатели, которые читают или рассказывают сказку, либо ставят вот постановку, да, спектакль в этой сказке, то в данном случае обязательно нужно обратить внимание в любой сказке, да, то есть вот если мы через сказки пытаемся детям привить финансовые грамоты, всегда обращаем внимание на то, как зарабатывает на жизнь себе тот или иной герой, что он делает, какой труд осуществляет сказку, что он создает, ленивый это герой, либо это герой трудолюбивый, ну, то есть вот сказки можно рассматривать с таких позиций, может ли этот герой, там, не знаю, если это какой-то там заяц, волк, медведь, может ли он содержать свою семью, может ли он там построить дом, квартиру, обеспечить едой, отдыхом там своих детей, то есть вот если мы раскладываем сказки с таких позиций, то у ребенка уже нету стопроцентного формирования, что будет чудо, то есть ребенок уже начинает размышлять, и мы пытаемся прививать ребенку мышление, что происходит в результате такого прочтения сказки. Ну, например, давайте возьмем сказку «Апопея. Работники Балде». «Поставьте плюсы всех комнат, о чем эта сказка». Ну, то есть, как бы, пример мораль сказки. Я думаю, что да. То есть у нас мораль сказки заключалась в чем? Ну, если вот как бы отойти сейчас от основных, то есть у нас жадный и скупой поп был, он повелся, да, то есть он согласился нанять работника за оплату в три щелчка по углу. Но вот когда прочитали такую сказку, насладились слогом поэта, да, то есть у Пушкина, но ребенок как бы, ну, там, до трех лет, до четырех ему прочитали, ну, может просто вот певучесть, там, стихотворения, сказки, интересно, да. Но если ребенок постарше, уже можно задуматься, то есть попытаться натолкнуть его на мысль, а почему же Балда устроился работать к такому попу и еще за такую низкую плату. Разумно это или нет? Ну, как бы вот такие вопросы. Ведь ему же нужны деньги на жизнь, обеспечивать там себя, свою семью, одежду покупать, ну, и так далее. То есть почему вот такой раз прекрасный работник, который все выполнял и все делал, согласился на такую оплату? Если он мог в это время, а это самое ценное у человека это время, потратить с ним вообще на другую работу и заработать прекрасно в другом месте. Ну, то есть вот как бы если мы с такой позиции будем рассматривать любую сказку, то у нас будет как бы у ребенка складываться мнение, что нужно размышлять, что есть не только хорошие там герои, плохие герои, но и как бы размышлять уже с точки зрения такой финансовой грамотности, то есть как бы можно было поступить в это время. Ну, можно еще различные сказки представлять, но принцип, я думаю, понятен, да, то есть если воспитатель, преподаватель, учитель вот задумывается о смысле именно с точки зрения финансовой грамотности, то сказку нужно трактовать в таком понимании. Здесь я, вот внизу, да, у вас есть фиксики, там я говорю о мультфильмах, ну, я думаю, транслировать мы сейчас их не будем, чтобы времени не отнимать. То есть, ну, очень мне понравились две части мультика, я думаю, что вот многие тоже видели эти мультфильмы. Кто-нибудь видел, смотрел? Фиксики один нах. Много сейчас разных мультиков, ну, вот, как бы, по фиксикам. Очень кратко. Я даже у профессиональных, как бы, преподавателей не могу найти такие мультики. Ну, вот я вам прям ссылку на YouTube-канал, и здесь на эти мультфильмы две части. Причем один можно для детей помладше показывать. Очень кратко, очень бегло. Здесь рассказано об истории денег, ну, с самого их возникновения до сегодняшнего дня. И во второй части, здесь уже, как бы, ну, чуть-чуть сложнее, здесь именно обмен, то есть, как осуществляются товарно-денежные отношения. Ну, на примере фиксиковые, они там еще упоминают, что вот мы фиксики, нам деньги, в принципе, не нужны, мы без них обходимся, но люди без денег обходиться не могут. И поэтому, как бы, ну, вот рекомендую. Они очень короткие эти мультики, я думаю, что даже в группе можно посмотреть. Ну, не знаю, как вот с оборудованием в различных детских садах, но у нас в группе обычный детский сад, городской, бюджетный. Милый в группе стоит телевизор, и иногда им показывают вот такие обучающие разные фильмы. И еще мне понравился, здесь целый, как бы, такой сериал из нескольких серий, уже можно, ну, под какие-то там программы подумать, может быть, даже младшим скольникам показать. Это уроки тетушки-существовые, специальная азбука денег. Тоже достаточно интересный мультфильм, и здесь уже более подробно разбирают вопросы денег. Кроме мультиков, обучающих фильмов, кроме всего прочего, дети – это игра. Да, то есть мы знаем, что дети до определенного, да и, в принципе, и взрослые не против поиграть. То есть сейчас достаточно развито направление игрофикации, гемофикации в образовании. Ну, то есть через игру мы проще все это понимаем, обучаемся. Соответственно, дети, они через игру, ролевые игры и так далее, они намного быстрее ознакомятся с многими вещами. Ну, например, какие игры, в какие игры можно играть? Вот здесь, смотрите, примеры сценариев игр. Слева я показываю примеры сценариев игр. Карандаши не хотела подчеркнуть, не получается. Если вы откроете эту ссылку, это пример Калининградской области по развитию, вот, да, подчеркнулась ссылочка. Очень интересный сценарий игр, проработанный именно на примере фиксиков, там различные квесты, опросы, викторины, очень даже интересная разработка. Кто-то знаком с такой разработкой, коллеги? Я просто не знаю, по регионам не смотрела, мне тщательно не видно, кто из какого региона. Ну, надеюсь, что будет полезно. То есть, посмотрите, пожалуйста, там прямо целый сценарий расписанный, можно брать готовый и использовать. Дальше, еще я, опять же, учебно-методическое пособие по финграмотности этой же Калининградской области. И давайте я вам сейчас сброшу ссылку. Это, ну, сейчас я, как бы, вот посмотрела, какой главный слагман, да, такой по финграмотности именно системы общего, среднего и профессионального образования. Это Высшая школа экономики, центр федеральный методический центр по финансовой грамотности. создан на базе Высшей школы экономики. Достаточно глубоко проработана именно по финграмотности у них методическое обеспечение, примеры. Так, все, я ссылочку копирую. И, как-то, сейчас сбросить. Вот открыт. Потому что я на этот центр буду ссылаться уже неоднократно, потому что я изучила, ну, здесь интернет очень много. Просмотрела именно с методической точки зрения. Очень, конечно, сильный центр и очень много материалов в свободном доступе. Можете просто брать и пользоваться, там, именно опыт коллег со всех регионов. Достаточно интересный. Так. Ну, вот, как бы, если по метод материалам, то, наверное, кратко все. Что еще? Если вы зайдете на один из интернет-магазинов, в принципе, вы все эти книги там найдете с описанием на почту. Выставляйте почту, я думаю, в конце, как бы, вебинара сбросим ссылки. Если вы скачаете презентацию, то там все ссылки есть, но кроме вот этой одной ссылочки. Но они есть, эти ссылки, дальше вы можете просто просмотреть. Итак. Давайте, ну, краткий, небольшой обзор. Я выбрала основные, одни из основных книг, которые рекомендовались Центром финансовой грамотности. Там был вебинар у нас недавно. И, ну, вот, взяла оттуда часть, как бы, изучала еще самостоятельно. Все эти книги, рецензии на эти книги, как они выглядят, сколько они стоят и так далее, можно, в принципе, в любом интернет-магазине, в Азоне, в Балл, в Лабиринте. Мне, например, нравится больше Лабиринт-магазин и сайт у них. У них очень много рецензий всегда, отзывов. Ну, как-то вот, очень удобно пользоваться. На любую книжку можно сразу развернутую рецензию и сразу рейтинг этой книги увидит. Ну, рекомендую книгу Елены Ульевой, «Откуда берутся деньги», вот именно для знакомства с деньгами, если просто для чтения в детском саду. То есть, ну, такая как бы мини-энциклопедия по деньгам для малышей, достаточно грамотно, емко рассказана. Если говорим о сказках, то обратите внимание вот на сказки Елены Ульевой, сказка «То, как Иван царство спас», тоже именно с точки зрения финансовой грамотности трактуется. По истории денег еще тоже Елены Ульевой есть история монетки. и здесь уже в картинках как бы со всего мира тоже собрана, ну, как бы она менее полная, чем вот эта энциклопедия. Ну, и если с точки зрения воспитателей смотреть, то можно посмотреть на книгу «Рассуждаем о финансовой грамотности», «Играем в финансовую грамотность» и книга по финансовой грамотности дошкольника. Ну, еще раз говорю, если вы пройдете по той ссылке, которую я сбросила в чат, в методический центр «Методические материалы», то очень большое количество методических материалов по этой ссылке вы найдете. Ну, как бы по финансовой грамотности школьников. Еще раз я вернулась, так? Секунду. Прошу прощения, я убежала к школьникам. Вот, давайте вернемся еще раз. То есть, игры в профессии. Есть разные, различные игры, но можно их обыграть. Не только взять игры из методических, но обычно игра в магазин, допустим. То есть, дети в этом возрасте очень любят играть в магазин. Самое главное им объяснить, что здесь можно применить, в принципе, уже для пятилеток, шестилеток в полном мире математику. То есть, чтобы они могли разменивать монеты, разменивать банкноты, знакомиться с банкнотами. Пусть это будут нарисованные денежки. Можно поиграть в профессии и попытаться детям через эти игры, ну, не знаю, в виде там вопросов-ответов, выбрать перечень профессий и попытаться классифицировать, допустим, вот эта профессия, она создает услугу или создает продукт. Ну, как бы, не знаю, там, пекать. Что он создает? Выпечка хлеба – это услуга или продукт? Ну, то есть, вот как бы пытаться детей приучать, классифицировать. Ну, и в итоге мы еще раз возвращаемся к тому, что дети должны вот в этом возрасте, да, то есть дошкольники, и четко представлять уже, что деньги нужно зарабатывать, то есть их нужно создавать, что-то создавать, чтобы тебе платили зарплату, либо зарабатывать самостоятельно. Дети-то разные есть, у детей есть родители, кто работает на работе, другие предприниматели. Ну, вот, судя по своей дочке, я еще понимаю, что не всегда дети к шести годам понимают, да, то есть, что такое наемная работа, а что такое, допустим, предпринимательство. Поэтому здесь, я думаю, что им не стоит слишком навязывать. То есть, в этом возрасте им достаточно знать, что деньги зарабатываются, да, то есть, они не растут на деревьях, их нельзя там волшебным образом наколдовать, хотя дети еще верят в волшебство, но уже сомневаются, да, в этом возрасте уже начинают сомневаться, потому что они начинают очень критическим мыслить и пытаться понять, действительно ли там Дед Мороз существует, и он приносит подарки просто так, вот какие-то хорошее поведение или нет. Ну, вот как бы здесь нужно просто удивить такие, ну, как бы, обычные ценности, человеческие. Вот вернусь на этот слайд, да, то есть, вот здесь, что у ребенка уважение к труду, понятие денег, понятие того, что вот этот вот процесс взаимосвязан, труд, продукт, деньги, это вот, ну, как бы, основное, что должно сложиться у дошкольника. И переходим к финансовой грамотности для младших школьников. Чему учить? Точно так же кратко, да, попыталась. Вы это все можете прочитать потом в методических пособиях, но здесь мы уже начинаем расширять, чему научить можно младшего школьника. То есть, он должен уже знать основной перечень доходов семьи, да, то есть, откуда берутся деньги, как они зарабатываются, и знать основные потребности семьи, то есть, основные расходы семьи, на что тратятся деньги, на какие основные, и из чего складываются эти потребности. Есть первоочередные потребности, то есть, необходимые покупки, а есть покупки, которые можно отложить, да, то есть, излишества различные, стоит ли на них тратить деньги, либо запланировать что-то другое. То есть, здесь уже у школьника, естественно, такое разумное потребление должно формироваться, он уже знает, что у него есть обязанности, он ходит в школу, он должен учить уроки, по дому какие-то обязанности там выполнять. Ну, то есть, как бы здесь, с точки зрения разумного потребления, мы уже пытаемся обучать основам финансовой грамотности. Ну, и, соответственно, школьник уже более широко знакомится с различными профессиями, трудом, как распределяются обязанности в семье, ну, я думаю, и дошкольник-то уже знает, но, тем не менее, уже более серьезно относится. И еще один вопрос, ну, на который вот я просто рекомендую обратить внимание, это все-таки школьники уже начинают общаться с деньгами, да, то есть мы даем им какие-то наличные деньги, либо это безналичные деньги, то есть карточки, а значит в них появляются уже риски, финансовый риск, то есть потери денег, либо, допустим, ну, не потери, а блокировки карты, либо, ну, приведу еще такой простой пример, мы пользуемся не только деньгами, мы сейчас очень много пользуемся интернетом, цифровыми ресурсами и так далее, если вы не ограничиваете ребенка в интернете, случайно заходит по какой-то ссылке, списываются деньги, да, либо в долг, либо просто там цифровое телевидение, цифровые каналы, дошел в меню, ну, не туда нажал, захотел посмотреть мультик, я просто поясняю, ну, на примере того же Ростелекома, да, то есть у них автоматически любой ребенок или кто-то может зайти в меню, нажать, посмотреть фильм, мультик, и потом в счет выставятся деньги, то есть вот здесь, вот с этой позиции основы финансовой безопасности, с точки зрения именно потери уже денег, какие риски возникают, ну, и как учить, я думаю, что здесь, как бы, мы недалеко уходим от дошкольников, то есть у нас тоже могут быть здесь и сказки, и многие преподаватели предлагают такие сказки рассмотреть, как, ну, допустим, разложить ту же муху-цокотуху с точки зрения уже соответствия тех денег, которые она нашла, да, то есть она там рубль, да, пошла муха на базар и купила самовар, то есть вот за это трубы, а здесь некоторые преподаватели в своих кейсах предлагают разложить, и вот здесь в ссылках вы найдете эти все примеры, предлагают разложить, допустим, таким образом, вот этот рубль там или 3 рубля, сколько у мухи есть, что ей нужно купить ко дню рождения и четко сформировать, то есть такой минимальный бюджет, там, допустим, не знаю, 3 рубля, 5 рублей, ну, или тот же рубль, и тогда разложить на копейки покупки, да, условно эти копейки, и сколько стоят там продукты, самовары и так далее, то есть, и, ну, можно поделить детей на команды, и какая команда наиболее оптимальный набор покупок сформирует, а можно эту игру расширить, и, допустим, ну, это упрощенно, да, это в классе можно сделать, а более расширенно, ну, допустим, вы берете детей, идете в магазин, ну, заранее, конечно, это очень уже сложно, это нужно связывать с родителями, с финансовыми, там, реальными деньгами, ну, это уже можно более, там, не первый класс, например, какой-нибудь, там, третий класс, да, второй, третий класс, когда мы идем куда-то с детьми, и, ну, на примере, допустим, похода в магазин концтоваров, точно так же, минимальный бюджет, там, ну, не знаю, здесь каждому ребенку, либо, допустим, тоже команды, минимальный бюджет у команд, и купить минимальный набор, там, канцелярских потребностей, ну, чтобы вложиться в этот бюджет, и минимальные характеристики должны быть у этих канцелярских, там, наборов, то есть здесь можно обыграть вот таким образом, конечно, это уже для преподавателя, для учителя более сложно, но для детей это более познавательно, либо здесь, что можно еще, просто походы в тот же музей, история возникновения денег, но уже на примере музейных стоимости, или сейчас распространены виртуальные музеи, то есть можно виртуальные музеи, интерактивные музеи посетить, ну, то здесь, как бы, вот в таком неравном, и чему мы говорили, о чем? Минимальный план доходов-расходов, то есть нужно научить, грамотно различать, и очень много методических пособий, именно на расчет семейного бюджета, ну, вот набор вот этих минимальных расходов, да, и понятие того, что расходы, ну, не должны за определенный период времени превышать доходы, то есть ребенок должен понимать, что наши расходы и доходы мы должны планировать, естественно, должны показывать это на своем примере, ну, точно так же там рассказывают, я привожу, да, пример интересный, Будда Шейфера, пёс по имени Мани, ну, может быть и для более старшего возраста, но вот мне кажется, что все-таки в классе 3-4 уже можно почитать эти книги, деньги и бизнес для детей, то есть деньги, дети уже как бы понимают по поводу предпринимательской деятельности. Игры, викторины, квесты, караспорды, головоломки, все это можно найти вот здесь в ссылочках, посмотрите, здесь я вот на первом месте привожу Федеральный методический центр по финн грамотности, потому что поизучала различные порталы, все-таки я пришла к выводу, что мне сейчас один из самых сильных как-то методических центров именно по обучению дошкольников, школьников, среднепрофессионального образования. Потому что по взрослому населению у нас есть еще МГУ достаточно таких кейсов, но вот именно с точки зрения методического здесь вы найдете такие объемные и для учителей, и для детей, и инструкции, и примеры. Вот очень много кейсов. Дальше вот мы еще этот портал будем дальше разбирать, посмотрите. То есть библиотека по финн грамотности там для учителей и школьников. Библиотека материалов по обучению финн грамотности тоже вот можно скачивать материалы. Ну и здесь привожу смешариков, хотя их можно, конечно, и в детском саду привезти, то же самое можно там же ту же сову и фильмы посмотреть и с младшими школьниками. Здесь ну тоже виды мультиков, ну вот сериал смешариков, азбука финн грамотности у них тоже такое есть. И более старшие классы. Когда мы переходим, то есть возрастная группа уже детей более осознанно, то мы опять возвращаемся к бюджету семьи, но с точки зрения уже того, что бюджет семьи не просто там доходы должны быть равны или немного превышать расходы, а с точки зрения того, как принимать решения о разумном финансовом плане семьи, где искать дополнительные источники дохода, кто сколько точно уже зарабатывает, то есть ребенок в данном возрасте может все интересно, он уже полностью в принципе участвует в, я думаю, что имеет право голоса, должен иметь право голоса в бюджете семьи, он уже точно может посчитать карманные деньги, сколько ему выделяют, а можно такие кейсы сделать, а сколько могут ему выделять, почему ему выделяют столько карманных денег, может или нет семья больше выделить карманных денег, если может, почему не выделяет больше, куда идут оставшиеся деньги, то здесь мы уже говорим о разумных инвестициях, делает ли семья инвестиции, пытается ли создать себе финансовую подушку говорится на всякий случай да то есть если такого такое понятие в семье и уже в этом возрасте так и дети начинают понимать как научиться зарабатывать деньги то есть уже не четко понимают что есть наемные работники то есть вот с этих позиций нужно рассказывать а есть предприниматели которые сами создают свое дело и создают рабочие места для других школьники начинают понимать и нам нужно их преподводить к тому что существует налоговая система да то есть мы живем в государстве а значит мы должны что-то этому государству за то что она регулирует нашу нашу жизнь ну здесь уже как из точки зрения справедливо несправедливо но уже основы до понятий что человек зарабатывая деньги он должен что-то отдать государству виде налога но и есть достаточно в интернете сейчас ходит достаточно такой жесткий пример пример даст маргарет тэтчер когда она говорит что купите ребенку мороженое и тут же откусите половину на вопрос почему вы откусили половину советую сказать что вот столько налогов стоит аналоги да что у нас нельзя просто так получить какой-то продукт не заплатить за него и поэтому здесь уже мы начинаем особенно девятому классу дети уже должны понимать налоговую систему для чего эти налоги собираются что налоги это все-таки доходы государства которые потом виде трансфертов должны возвращаться в различные через социальные посуды через различные выплаты и дотации финансирование они могут возвращаться и естественно к этому возрасту уже знакомятся с финансовыми организациями то есть финансовым рынком у нас основными финансовыми организациями да то есть финансово кредитные институты это банковский банк то есть центральный банк это главный регулятор коммерческие банки основные операции банков это кредитование да то есть и активная операция пассивные это получение денег во вклады да то есть привлечение на депозит ну и соответственно различные разницы между этими видами операции ребенок должен представлять должен знать что такое страхование и какие виды страховых услуг есть ну и соответственно финансовая безопасность и финансовое мошенничество различные виды хотя бы понятия финансовой пирамиды и всего остального уже нужно иметь представление ну и из интересного да с чего бы я вообще все-таки ничего здесь как бы в этом возрасте это может быть даже история российского предпринимательства на различных там проектах примерах то что дети могут найти сами подготовить различные проекты рассказы и так далее такого внеклассного чтения по истории развития российского предпринимательства с учителем уже просто обсудить как вообще влияет знание этой истории на сегодняшний день ну и как учить здесь вот я уже сказала да проектные работы то есть здесь составление уже такого серьезного финансового бюджета семьи или финансового плана семьи с точки зрения управления доходами и расходами может быть разработка бизнес-плана своего дела хотя некоторые учителя даже в начальной школе предлагают разработку простых бизнес-планов детям я думаю интересны команды игры конкурсы квесты и обращайте внимание просто в регионах сейчас очень много различных программ и от банка россии и от в основном это министерство финансов проводят очень много различных конкурсов ну на своем примере скажу у нас на кафедре где работала кафедра совместно участвовала с министерством финансов в программах финансовой грамотности и очень много конкурсов даже для детей до школьников один из конкурсов это допустим финансовая сказка дети по зная сказки да то есть сочиняли свои сказки представляли на конкурс не фин подводил итоги этого конкурса и естественно минфин допустим бесплатно были интересные призы подарки детям было интересно либо допустим там конкурс рисунков к этой финансовой сказки то есть изучайте ваш региональный опыт как бы проектов по финграмотности очень много для школьников различных квестов финансовые фестивали городские квесты там и так далее и банки проводят сбербанк участвует очень сильно в этой программе и допустим минфин что из ссылок то есть вот по квестам играм конкурсом проектным работам вот здесь 1 2 ссылочка вы можете найти точно так же вот здесь прямо зайдете для пятых седьмых классов и отдельно для восьмых девятых классов потому что по уровню чуть здесь отличаются конечно уже по возрасту это я просто в одну группу объединила и вот здесь же на сайте высшей школы экономики там есть и онлайн лекции и здесь я вам привожу игры по финансовой грамотности для лагерей детского отдыха то есть там можно скачать сценарий игры и есть допустим спецпроект российская экономическая школа по личным финансам там пособие по финграмотности достаточно интересно простыми словами написано книжечка такой пособие электронная финансовая грамотность если но печатные книги то можно детей знакомить с книгами инвестор да то есть либо комиксы очень интересная книга ну как бы получил целом не просто по финграмотности по нейроустройству ну я думаю что будет интересно ну пока я училась школе мне такой книги тогда бы прочесть да может быть по-другому бы складывалось мышление ну и для учителей есть пособие вот методически по финграмотности по обучению 8 9 классе на самом деле книг очень много и у нас с вами финансовая грамотность для школьников 10 11 классов здесь конечно уже дети которые точки зрения профориентации да то есть мы оставили детей которые после 9 класса ушли из школы и определились со своей профессией и здесь остались дети которые будут давать уже экзамен они знают уже что они будут поступать в вуз ну и соответственно продолжать свое образование ну плане финансовой грамотности что здесь усиливаем знания по управлению именно финансовым планом и личными деньгами то есть в данном случае я думаю что здесь нужно уже именно как бы осознанные финансовые решения и с точки зрения инвестирования вы видите здесь основы фунтового рынка ценные бумаги индивидуальные инвестиционные счета как можно заработать на финансовом рынке то есть какие способы зарабатывания налогообложения и ответственность уже можно более серьезно рассматривать то есть разные виды предпринимательской деятельности и какие виды налогообложения ну и соответственно финансовые риски и финансовое мошенничество то есть как избегать ловуши ну на примере нашего края скажу что у нас сейчас не знаю как у вас в регионе у нас была выявлена онлайн игра ну как бы вот вера людей в сверхдоходность да то есть очень много людей потеряла свои деньги пусть небольшие но тем не менее деньги были потеряны и и люди до такой степени вот казалось бы уже 10 лет пытаемся финансовую грамотность развивать читаем там из каждого окошка у нас основы финграмотности но люди до сих пор надеются на чудо и вот пытаются вкладывать деньги в сверхдоходные какие-то операции то есть точки зрения финансового мошенничества но самое главное чтобы вот к окончанию школы дети прекрасно понимали что такое финансовые пирамиды нормативно правовая база я поднимала в гос и по я думаю вы нормативно правовую найдете как раз я вас отправила методический центр высшей школы экономики нормативно правовая база в гос и я поднимала изменение именно с точки зрения финансовой грамотности еще не внесли но именно как обязательно поэтому сейчас могут рекомендации сказать что есть идеальные рекомендации все-таки я думаю что их нет ну я посмотрю что его на следующих вебинарах возможно более подробно рассмотрим меня сегодня вебинар более обзорный поэтому если у вас есть какие-то пожелания что детально рассмотреть я буду только рада и более детально рассмотрим в следующих вебинарах сегодня у меня на такой такой очень обзорный да скажем так вебинар детально на каких-то вот отдельных не останавливаюсь так и что здесь еще посмотрите пожалуйста у нас есть по банк россии ссылочка на онлайн уроки финансовой грамотности банка россии в данном случае мы вот здесь и когда вы зайдете мы сейчас будем бегло я просмотрю этот портал методические рекомендации для учителей учащихся 10 11 классов вот еще раз говорю что посмотрите пожалуйста портал высшей школы экономики методического центра по финансовой грамотности высшей школы экономики пока вот я на них ориентирую все-таки самые емкие рекомендации ну и из литературы да то есть есть портал допустим тасс где можно рассматривать различные там проекты есть но один из проектов допустим грамотность классической литературе анализ проведен есть журнал дружи с финансами много там материалов здесь уже как бы книги попыталась порекомендовать более да такие серьезные когда мы говорим о зарабатывании денег а вот руберки а сайты 3 приводила цитата до этого инвестора и предпринимателя ну либо вот бобби шефер это мани или азбука денег уже более так серьезно написано книга что еще здесь здесь уже уходят полностью на проектные работы но и если вспомнить давайте попытаемся вспомнить а себя да когда вы заработали первые деньги вот есть люди кто заработал эти деньги в школе я понимаю что у нас тут с вами разная возрастная категория но вот как бы и просто хочу на своем примере вспомнить да то есть когда я училась в школе значит я не одна такая то есть когда я училась в школе у нас ну сейчас если не соврать это был 6 класс или 7 до 6 по 7 класс у нас был организован в школе такой сейчас я еще бегло кратко по если есть немножко времени затем подскажите есть немножко времени еще по порталам более подробно презентации не есть и у нас школе мы организовывали ателье и шили когда-то было очень востребовано то есть повязки для дежурных на рукавнике в одномарливые повязки и у нас ну такой был небольшой заработок я помню что деньги там провели 5 рублей за месяц лично каждому да то есть ну вот как бы такой опыт был потом был опыт производственных бригад но это были летние бригады но там уже организовывали как бы естественно школа учителя а вот организация ателье у нас была вот такой пример поэтому поэтому знакомить детей вот как зарабатывать деньги сейчас я думаю мы тоже со средней школы то есть мы сталкиваемся с тем что иногда дети школьники зарабатывают уже больше своих родителей это через блог блогера да то есть ну естественно под контролем о чем я говорю что финансово мошенничество не застрахован поэтому нужно обучать детей и если еще взять я обещала да обзор порталов по финграмотности по очень сильный портал у банка россии вот адрес да финку инфа у него вот краткая скрины сделала это разделы что можно и они сейчас запустили даже уже игру тайна потерянной копилки где можно виртуально поиграть это в на сайте то есть это не мобильное приложение достаточно интересная игра еще есть библиотека финграмотности я там на раньше ссылку давала но вот в таком виде она выглядит по разделам можно и школьникам и учителям некоторые вопросы и вот я хотел отдельно поговорить тоже банк россии это портал уроков финансовой грамотности здесь уже есть расписание уроков можно зайти вот здесь перечень тем уроков и обязательно нужно регистрироваться и договариваться когда да в какое время потому что расписание четко привязано по времени потому что проводят онлайн уроки специалисты банка банка россии еще кроме онлайн изучайте в ваших регионах и казначейство и центральный банк всегда проводят дни открытых дверей то есть есть расписание есть время когда можно собрать классы повести на экскурсию часто мы студента вводим и студентам интересным и школьникам интересно вузы можно школьников вводить да если есть лаборатории различные там биржи банки при вузах созданные можно договариваться тоже приводить и я думаю что это школьникам тоже очень интересно ну вот на этом портале просто обратите внимание здесь можно зайти зарегистрироваться отдельно на эти уроки на определенное время то есть нужно подстраивать свое расписание то есть школьное и расписание как бы онлайн уроков что еще есть есть радио различные справочные мобильные приложения по финграмотности ну например разработаны мгл мобильное приложение финграмотность то есть это такой электронный учебник который можно на сайте посмотреть а можно загрузить мобильное приложение через android еще есть ну допустим финсовет это чисто мобильное приложение на сайте не открываться ну вот как бы краткий такой обзор по школьным дошкольным и школьным вопросам финграмотности попыталась вам изложить спасибо огромное за внимание есть вопросы и что бы вы хотели более открытой напишите пожалуйста пожелания что нужно какие темы в каком объеме вот подумайте изложить так сейчас я переключусь ну если будут какие-то пожелания я могу рассмотреть их на электронную почту если какие-то вопросы нужно больше больше для дошкольников ну вот если вы откроете все эти ссылки которые я дала там ну а огромнейшее направление а если нужно рассматривать как четко вот прорабатывать уроки и планы но это нужно отдельные вебинары до посвящать конкретно тогда дошкольников и разбирать вот эти все методические вопросы по каком объеме рассматривать спасибо огромное за внимание было очень рада вами пообщаться активная очень сегодня аудитория ну у нас сейчас фен грамотность но нет уже в обязательном прямо порядке многие вообще пытаться в разных направлениях вот по внеурочной деятельности то есть ну возьмите за примеры посмотрите пожалуйста на сайте вот той же высшей школы экономики очень много примеров можно взять как внеурочная ну или вот по тем ссылкам которые я дала в презентации там просто под внеурок очень много можно так придумать чем заняться дошкольный хорошо давайте тогда для дошкольников мы просто отдельный вообще вебинар потому что в рамках одного вот как бы первого такого вебинара сложно было рассмотреть спасибо большое мне тоже приятно было с вами общаться я жду тогда если есть какие-то ну вот пожелания можете на электронную почту я все там всегда на связи на электронные почки и мы тогда сформируем именно по следующий как бы вебинар уже по этим программам вот кстати для воспитанников детских домов вот та первая ссылочка которую я вам дала вот здесь в чате 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 сейчас я его продублирую вот там есть и для детских домов как раз таки если вы зайдете сейчас я вам покажу сейчас попробую что у нас еще не отключают не смогу вам сейчас мне надо программу скачивать на следующий раз могу обязательно покажу то есть заходить на вот этот сайт и где как там информацию искать есть там для дошкольников я же именно для дошкольников для дошкольников да там другая будет это как раз таки ссылка для детских домов я сбросила давайте я еще насобирают материал возможно я не все ссылки сбросила для дошкольных очень много различных спасибо огромное всего доброго я была очень рада с вами пообщаться рада что вебинар понравился для дошкольников соберем соберем отдельный вебинар именно для дошкольников программы для школьников точно есть они там ссылочка и и и и и и